Только если какой-то другой вопрос, я тогда буду отменять так, чтобы ручки поднимать. Ну вот девочка на втором ряду, помолите, а победитель будет. Спасибо, Леонид Иванович. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли молиться за самовицу? Или нет? Можно. Просто надо знать как. Вообще, как бы традиционно, когда люди молятся, они в основном думают о том человеке, о котором молятся. Это абсолютно неправильный подход. Эффективность такого подхода 5-10% от 100%. Ну то есть для того, чтобы побеждать судьбу реально, надо славить Господа и благодарить Его. Потому что у нас всегда в сердце находится постоянное, мы постоянно чем-то недовольны в жизни. Вот. Ну, допустим, вот на первом ряду вот женщина в ручке вот так вот держит. Мы вчера вечером были чем-то недовольны. Думали плохо о чем-то. Точно, да. Ну, понятно, что точно. Нет, Господь был. А? Очень плохо. И Господь подсказывает просто из сердца. И поэтому все точно. Вот. Я стараюсь. Как Он подсказывает, так и говорит. И вот вы когда думали, никого уже не было вокруг, да? Но вы вот в это время общались с Богом. И Ему было там тяжело. Потому что мы в основном только жалуемся, но ничего хорошего не вспоминаем. Допустим, полтора месяца назад у вас было хорошее событие такое в жизни. Оно вам помогло сильно. Вот. Это событие сказали, что нет. Да? Да. Ну, вот я просто, я точно не знаю, какое событие. Просто мне Господь подсказал, что полтора месяца назад у вас было событие. И это Он вам события-то организовал. Но вы Его за это вчера не благодарили. Я вам часто благодарю. Часто благодарю. Но вчера вы не благодарили. Вчера вот вы только Ему вот высказывали сложности, свои претензии. Вот. А что такое ретрит? Что такое молитва? Молитва – это когда мы забываем все претензии Богу. И просто Его славим. И благодарим за все хорошее. Вот когда вот это мы делаем, это эффективнее в тысячу раз, чем Ему жаловаться. Вот поверьте мне, когда мы настраиваемся на хорошее, у нас связь со всем хорошим усиливается, в сердце все лучшее усиливается, и тогда действительно судьба начинает меняться к лучшему. Но когда мы печалимся, и это все ведь не просто типа «я думаю». То есть мы когда думаем, мы общаемся с Богом в это время. Мы всегда общаемся с Богом, и Ему тяжело эти наши мысли, потому что мы всегда, ну, как-то немножко необъективно все это додумываем. Понимаете? Мы вот все плохое думаем, а все хорошее что-то забываем. Поэтому нужен баланс какой-то в отношении с Богом. И поэтому, что такое молитва? Молитва – это когда мы вот насильно заставляем себя все-таки прославлять Господа за все хорошее, что Он для нас сделал. Благодарить. Вот «Аллилуйя» означает «благодарю» по-русски, если сказать. Понимаете? «А я желаю всем счастья» – это немножко другой процесс. Это процесс, в котором мы отрываемся от себя. Вот когда тяжелая судьба действует, она постоянно зацикливает человека на себе. Он постоянно думает о себе, говорит о себе. Даже когда он спать ложится, он не может заснуть, потому что он думает о себе, думает, думает. Это значит, что тяжелая судьба действует. И вот тяжелая судьба, когда действует, то… Я уже отвлекаюсь. Вот. Когда тяжелая судьба действует, то… Надо отойти, я что-то не могу читать. Вот. Когда тяжелая судьба действует, то человек должен отвлечься от себя. И единственный нормальный способ отвлечься от себя – сильный очень способ. Я желаю всем счастья. Вот искренне просто желать людям счастья. Понимаете? И особенно так, как мы будем желать. Это очень трудно. И когда человек молится и думает о Боге, славит Господа, потому что я желаю всем счастья, мы тоже будем славить Господа в это время. Понимаете? Мы в конце на слове счастья будем думать о Боге и славить Его в это время. Это тоже будет такой процесс благодарения. Вот. И когда человек вот так делает, он славит Господа и забывает про все, то тогда можно молиться за самоубийство. Потому что надо перед молитвой просто сказать, вот это для этого человека. И потом дальше уже только славит Господа и вообще Его не вспоминать. Потому что когда во время молитвы человек вспоминает самоубийцу, то бывает, что самоубийцы превращаются в злых духов. Понимаете? Потому что самоубийца, он не уходит, вот через 40 дней, как все обычные люди, он не уходит из этой земли. Он в психическом теле остается здесь столько, сколько по судьбе ему положено. Может быть, 10 лет он родится, еще больше. Но неизвестно, как за него будут молиться. И в этом случае его злой дух может зайти в вас и подпричинить вам беспокойство, неприятность. Тем более, что вы же с ним связаны, как родственники. Понимаете? Это важно, я не про вас говорю. Я просто вообще говорю людям в целом ответ. И вот о нем думать не надо. Просто мысли иногда сами приходят, я думаю, я могу... А вы ее подгоняете. Просто думаю, может, чем-то можно помочь. Да, чем-то можно помочь. Нужно сказать, вот эта молитва для него. И потом дальше славит Господа и о нем не думать. Я смогу так? Надо смочь. Ну, то есть, понимаете, почему в храмах классически не разрешают молиться за самоубийцу? Ну, потому что люди не знают, как правильно. Они просто думают об этом человеке, всю молитву, и получают психическое заболевание. Понятно? Поэтому можно молиться, но только осторожно. То есть, надо славить Господа, думать о нем. И это всегда, вообще всегда так надо молиться. Перед молитвой сказал за кого, потом всю молитву славишь Господа и вообще не думаешь об этом человеке. Потому что, когда мы о нем думаем, мы ему помогаем. А когда мы не думаем, Господь ему помогает. Потому что Господь же знает, мы его славим, Господа. А Господь, мы ему делаем приятно, а он нам делает приятно. Он всегда взаимный. Господь никогда не останется в долгу. Я вас благодарю, Евгений Ильич, да. Я просто с этих двух духов и переживала, что слышала, что он как-то может вселиться в мое тонкое тело. И поэтому боялась, что... Ну да, у вас очень тонкое, скройное такое тело. И вот невольно нельзя, чтобы какие-то духи вселялись. Надо, чтобы оно было счастливым. Ладно, давай, хорошо, если шутить будем иногда, то так все скучно. Благодарим вам. А? Благодарить вам. Ну давайте, да. Ну, в принципе, это тема как раз победе над судьбой. Вот, первый декция у вас я услышала 17 января. С начала февраля я стала молиться 2-3 часа в день. Ну, сложное событие, чтобы не было. Вот, потом я добавила бассейн у меня сейчас через 10 по 70 минут. В феврале я могла ходить и закупить артрозу 20 минут, сейчас я ходу 3 часа. Ну, это просто вот для людей, да? Супер информация. А, по понедельникам есть только 4-4 часа, 5-6 часов. Ну, вот вы скажите, вот вы скажите, вы вот все это делаете, вам помогает как-то? Вообще замечательно, да. Жизнь поменялась? Ну, жизнь пока не менялась, она поменялась внутреннее состояние. А, вот это уже и есть жизнь. То есть, есть 3 круга судьбы. Вот внутреннее состояние сначала меняется на фоне тяжелой судьбы, человеку хорошо становится. Ну, потому что я делала это как-то 2 месяца назад, вместо того, что это происходит, потому что я летаю. Да, да. Потом оно как-то опять наладилось. Это Господь вам помог в этом время. Да. И потом дальше влияние, идёт второй круг судьбы влияния, мы влияем на ситуацию. Сначала спокойно должно стать внутри, потом дальше влияние на ситуацию, а потом изменение на ситуацию. Три круга судьбы, это 33% судьбы уже прошли. Здесь внутри спокойно стало. Ну, внутри уже давно спокойно. Ну, значит, уже влияние пошло. Ну, сейчас уже и общаемся мы, да. Всё, всё, общаемся, означает влияние. Это второй круг судьбы. Я даже не знаю, где там второй, третий. Третий, это значит, что у него изменения уже начинаются. У него стали изменения чуть-чуть другие. Он, дело в том, что немножко отошёл от православия, а сейчас он стал возвращаться. Вот, это тоже хорошо. Здесь чуть-чуть какие-то пока такие изменения. Ладно, моя хорошая, давайте дальше по молитве вопросы. Стараемся именно на индивидуальный вопрос не переводить, а общий вопрос по молитве. Вот, женщина, дальше, чуть-чуть подальше. Олег Евгеньевич, мои впечатления. У нас уже было пробное. Я желаю всем счастья. И у меня вот оттуда возникли такие вопросы. Когда во время, то есть личного, счастья, надрываются голосы и начинаешь кашлять. То есть, как себя вести? Надо этот звук произносить негромко. Ну, в среднем. Ну, вообще, первые 20 минут, и голосовые связки привыкают, надо аккуратно. А потом можно погромче чуть-чуть. Вот. Вообще, этот звук не надо произносить надрывно. Не надо громко, надо спокойно. То есть, тогда будет все нормально. А если кашель начинает шлипнуть? А это означает, что вы перенапрягли немножко, надо потом сдать. Ну, можно несколько раз вообще не повторять. Или повторять тихонько. Потом сбавить обороты и как-то аккуратнее все это делать. Ну, выбираем. Ну, вообще, каждый из этих звуков, если вы знаете, зачем он нужен, то тогда вам легче будет. Вот первый, самый звук, Я. Он нужен для наполнения. То есть, мы слушаем те, кто молится. Вот в данном случае, этот хор на арамейском языке, Отче наш, слушаем. Вот. И сильно наполняемся. Вот звук Я. Он похож на звук Ом. Он тоже, как мы помните, вот мы там, помните, да? Мы на этом вечером тренировались. Во время концерта. Вот. Он похож на этот звук. Мы тоже, то есть, мы наполняемся в это время. Надо настраиваться на наполнение. Потому что, если ты хочешь что-то отдавать, надо сначала наполниться. Второй звук, желаю, он соединяет нас со всеми, кто в зале сидит. Когда я желаю, я наполняюсь людьми. То есть, я настраиваюсь на всех, кто вокруг повторяет желаю. И в это время с ними соединяюсь, общее желание формируем. Такое желаю. Ну, то есть, общее такое состояние. Всем слово, это такое слово вселенское, космическое. Ну, то есть, я настраиваюсь вверх. У меня звук идет вверх. Он такой уже более тонкий. Каждый Я самый густой звук, потом желаю тоньше. Всем еще тоньше. Часть и самый тонкий. Вот, получается, всем, мы прямо скажем, все-ем. Ну, то есть, всем-всем-всем-всем. Настраиваемся на всех людей. Настраиваемся на всех. И слово счастье, это энергия Бога. Этот звук очень тонкий. Мы настраиваемся на святость, на чистоту, на икону самую любимую. И счастье означает, мы вот это дарим. Мы дарим икону, дарим чистоту. Можно даже Богу дарить это все. И Бог распределяет уже по всем. Можно сразу настраивать, что ты всем людям думаешь, даришь. А можно прямо Богу напрямую отдавать святость ему назад. Скажем, зачем она им нужна, если он это и есть святость. А это обмен. У нас все равно своего ничего нет. Вот, допустим, как ганги поклоняются, знаете, святой реке. Да, в ней берут ее воду и ей же отдают. Потому что там чище ничего нет, в ганге святого ничего нет. Ее же воду и ганги отдают. И получается, что ты через свою любовь эту воду пропустил и отдаешь ей назад. Также мы тоже настраиваемся на икону святую и Господу благодарность за эту икону отдаем назад. Вот эти вот все четыре звука. Если их правильно настроиться, то тогда нарыва тоже не будет. Потому что вы, ну как бы, правильный настрой дает сразу, голосовые связки начинают работать правильно. Без страсти, без надвижения. Ну, да. Ваш вопрос по молитве? Ну, девушка. Я, Геннадий, я хотела бы уточнить. Вот, когда вылешься, я вылечилась. Она чувствовала энергию, потому что она как будто ко мне приходит. И я отдаю ее в коне. Да, отлично. То есть не туда, за какой я молюсь, а именно вот в коне. Энергию. Да. Можно на стезу. Вот, допустим, вот, вы будете неподвижное положение тела делать. Вам становится тяжело, допустим. Знайте, что это просто скопилось лишней энергии. Вы можете эту энергию взять и подарить Господу. Сказать, Господи, это тебе. И легче станет сразу. Почувствуйте, что вам тяжело перестало быть. Потому что энергию можно использовать в мирной цели. Можно просто благодарить Господа со всей этой энергией, которая у тебя скапливается. И тогда вообще легко будет, не будет чувство, что ты перенапрягаешься, как-то устаешь. Можно еще уточнить. То есть вот перед молитвой я думаю о том, кому я посвященку молитву. Во время молитвы я не люблю. Нет, наверное, нет. И в эту энергию я туда не посылаю. Посылаю Господу. Да. Очень важно отвлечься. Это называется вера. Вот что такое вера? Вера это когда ты шаг в пропасть делаешь. То есть человек всегда пытается контролировать свои мысли. Он думает, я молюсь вот за этого человека. А вера означает, что человек думает, да блин, ну что я Богу не доверяю. Я все время его контролирую. Я попросила его перед молитвой. А теперь я славлю Господа и не думаю об этом. Это называется вера. Ну то есть я верю в Господу, что он мне поможет. А не надо... Ну допустим, если вы... Сын пошел, допустим, за хлебом в магазин. Вы ему верите, если вы не смотрите в окно, куда он пошел? Вы просто послали его и все. А если вы не верите, вы подсматриваете. А может он не в магазин пошел, а еще куда-то. Понимаете? Вот вера означает не смотреть. Ну то есть ты попросил Господа, а дальше его славишь и не смотришь, что он там помогает, не помогает там. Понимаете? Вера вот эта означает. Держи мне вопрос? Спасибо большое. Я хотела новое уточнить. Мне очень... На самом деле уточнили. Видите, как хорошо. Дальше, вот сзади девушки, вопрос по молитве. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо за возможность задать вопрос. Я хотела бы узнать, когда задаешь вопрос во время молитвы, то в каком виде должен прийти ответ? В виде слов в голове, в виде чувства? Ответ должен прийти со стороны алтаря, от святого или из сердца? Как понять, что ответ пришел не от туманя, а от судьбы, а от Бога? Как сильно нужно погрузиться в молитву? Сколько времени нужно пройти от начала молитвы, чтобы ответ пришел... Ответ всегда приходит от Бога. От ума любой ответ, это ответ, который я сам вымучиваю в себя. Ну, допустим, как приходит ответ от Бога? Он не зависит от меня. Вот если, допустим, я чего-то хочу и думаю, ну все, я вот так, я уже не могу больше, я вот так хочу, все, это мой ответ. Ответ, это не от Бога. От Бога это когда ты можешь этого даже не хотеть. Я, допустим, разок проверял Святую Матрону на ее способности. У меня была сложная ситуация жизненная. Вот. И я посмотрю, она такая с открытыми глазами улыбается, такая она иконе. Я говорю, ну мне что делать, вот это или это? И ответ такой в сердце сразу, не словами, а чувствами. Вот это. Прямо сразу четко почувствую. Но если бы я знал этот ответ, я бы и сам его принял, я бы даже не спрашивал. А, конечно, вот этот ответ мне был тяжело. И я ей говорю, а может вот это? И такой, она улыбается еще сильнее и говорит, а может быть и это? Я понял, говорит, что никаких вариантов нет. Надо делать так, как она в первый раз сказала. Вот. И все получилось очень хорошо. Ну то есть я был спасен практически этим ответом. Ну то есть, если мы навязываемся своими мыслями туда, в сердце, тогда не будет правильного ответа. Правильный ответ всегда, это когда ты смиренно настроен, не хочешь Богу ничего навязывать. Если у нас навязчивость очень высокая степень, никакого ответа вообще не будет. Ответ всегда приходит, когда мы готовы, ну любой, любой вариант решения, всегда, когда Господь что-то решает по отношению к нам, это всегда очень благоприятно. Очень. Но не всегда очень приятно. Чаще всего неприятно. Но если человек готов благоприятное принимать в жизни, которое для чувств не очень комфортно, это значит, что ответы будут приходить. А если человек не готов, ничего не придет, никакого ответа. То есть это больше чувство, чем слова. То есть у меня иногда кажется, что... Иногда слова это уже очень сильный ответ. Бывает, что люди слышат слово с неба даже, голос с неба или сердце, прямо звук. Это очень и очень редко и в основном это уже такое последнее китайское предупреждение. Вот. Или очень важно что-то, если Господь так себя ведет. Но в основном он через ощущение действий. Я разок молился за одного человека, которого в ад тянули. И... Ну... Я молился, а молитва не действует. Я очень сильно удивился и обратился к тем чертям, которые его тянули вниз. Спросил их, а что такое, я молюсь, я не действую. И они... Я спросил, как? Мысленно. И они мне мысленно же ответили, что... Он просто не хочет меняться в жизни. Он не хочет принимать твою молитву. Я говорю, так значит, что я зря молюсь? Они говорят, нет, не зря молишься. Она скапливается возле него, молитва. И если он захочет меняться, она к нему пойдет. Ну, я продолжал молиться, а ему тянули в ад. И я вместе с ним мысль нашел туда, ниже. И увидел уже этот ад. Ну, это примерно то же самое, что сейчас в фильмах показывают. Вот эти вот ужасы там или вот эти вот все детективы. Это оттуда все. Вот. Ну, такая ситуация. Так, там очень тяжело жить постоянно. Он что-то стреляет, там еще что-то с напряжением какое-то, страхи. Там такая жизнь. Вот. Мне очень не понравилось. Я почувствовал прямо плохо. И он тоже, этот человек, которого тянули в ад. Вот. И в этот момент, когда он понял, что он неправильно жил, все не так делал, в него вошла молитва и остановилась в процессе. Она не пошла дальше, внизу. Я думаю, вот, молитва работает. Остановилось все. И потом они опять пошли внизу. Я думаю, а что такое? А почему вы его вниз-то тащили? Они говорят, молитва волна, вошла, все, не волнуйся, как бы, она вошла. Ну, просто у нас такое правило, что все грешники должны хотя бы посмотреть, что там происходит. Я говорю, посмотреть это, как я смотрю. Нет, говорят, им надо попробовать. У нас реальти-шоу. То есть им надо чуть-чуть все попробовать, и потом его оттуда вытащим. Ну, то есть он должен понять, где бы он там был, если бы не молитва. Такой опыт я получил от контакта с этими чертями. Но они на самом деле не такие плохие, как нам кажется. Они просто служители низших сил, поэтому у них там рога, все, вот они. Так выглядит у них такой имидж просто. А на самом деле они хорошие. Ну, просто свою работу выполняют, такую тяжелую. То, что вы рассказываете, это у вас происходило как в сердце, или все-таки я знаю, что такое? Как? То, что вы рассказываете, это у вас все происходило как в сердце. Как я видел, я видел образы, видел образы. И сердце. И сердце все, да. А сколько, ну, как сильно нужно погрузиться в молитву? То есть, как я понимаю, это же не 5 минут от начала молитвы должно быть, чтобы пришел какой-то ответ. То есть, вот за сколько-то, ну, сколько-то. Ну, зависит от того, какой ответ вы хотите получить. Есть ситуации, которые надо промаливать месяцами, а есть, которые там за 5 минут решаются. Понимаю, спасибо большое. Сначала спокойствие в сердце приходит. Вот как вы хотите ждете ответ, я вам скажу. Вот вы славите Господа. Сначала спокойствие в сердце приходит. А потом уже знание или ответ, вот то, что вы ждете, это на второй стадии. Первая стадия спокойствия. Пока вы беспокоитесь по поводу ситуации, ответа не будет. Сначала приходит спокойствие, вы принимаете ситуацию, судьбу принимаете. А потом уже знание приходит. И запомните, что если у вас нет принятия, вот доброты, допустим, по отношению к тому, что происходит, принятия доброты нет, чувство справедливости сильнее у вас в сердце, вы как-то бунтуете, вы никогда не получите ответ. Сначала приходит всегда принятие. Поэтому Иисус Христос крест свой нес, понимаете? Он показал, принимай судьбу, иначе вообще никаких шансов тебе разобраться с своей жизнью нет. Вот есть судьба, возьми свой крест, неси его. Сначала прими судьбу, это тоже тяжело, надо много ретритов, может, пройдет, пока ты крест свой выдержишь. А потом дальше уже спокойствие, следующий этап в сердце возникает. А потом знание уже, почему так, зачем это так, что делать с этим совсем. Понятно? Вот такая последовательность такая. Если человек бунтует, он принимать не хочет, значит, тогда дальше ничего никуда не идет. Только хуже становится. Ваши вопросы, наверное, по молитве. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Большое благодарность вам за фестиваль, за все ретриты, лекции. Мне очень помогают, я вам очень благодарна. У меня вопрос такой. Я в молитве все время спрашивала, почему у меня и у моих детей даже у кота целиакии, что такое совершила? И однажды мне пришел... Целиакия у кота даже? Даже у кота. Вы ему делали анализы, что ли, крови? Нет, он реагирует так. Он не может есть еду с глютеном, он плохо сразу. Вот. И... У вас клуб без глютеновых... Да, без глютеновых активистов. Клуб такой у вас, кусочек, да? Да. Там кот в него ходит. И у меня однажды в молитве пришел ответ, почему такая ситуация, что много жизней назад совершила отвратительный поступок и забрала долг у женщины с детьми и они остались голодными. Да, очень похоже на правду. Я даже могу сказать, сколько конкретно жизней назад вы это сделали. Это прекрасно, что вы это увидели. Это классно. Это произошло раз, два, три... На четвертой жизни, не считая сегодняшней. Я так и думала... Где-то три пропускаем и следующий, четвертый. Вот там в возрасте где-то 36-37 лет вы такой поступок сделали. Но там не просто без пищи, а там пожестче все там. То есть вы фактически на голодную смерть облегли как-то человеку. Потому что тогда, в те времена, допустим, без урожая остались, без живот, без коровы человека. Ну, то есть это фактически на голодную смерть. Ну, это вот так. Да, и я приняла, что я заслужила, да? Я все заслужила. Но что с этим делать? То есть это же было тогда... Принятие судьбы сначала, принятие, принять свой крест. Потом дальше молитва, славит Господа, спокойствие приходит. И потом знание. Как питаться, что делать, как жить теперь. Надо понять всегда такую вещь, что есть два способа отработать судьбу. Первый способ страдания. И второй способ славит Господа. Если мы славим Господа, то мы отрабатываем судьбу без страдания. И это приобретается знание. Чтобы приобрести знание, нам не хватает сил. Энергия нужна для приобретения знания. Вот, женщины, смотрите, вы только чуть-чуть улыбнулись мужчинам. И опять новые цветы пришли. Новые розы. Ну, так надо ставить их сюда, мои хорошие. Все, вот сюда надо. Потому что заряжалось все. Потом чтоб можно было завяжено доставать. Да, все, и все конфеты, которые будут розданы, все надо сюда приносить. Те надо без яйца, все поставим. А, все, я понял. Со спиртом тоже. Да? Но они все равно будут заряжены. Кто с яйцами подходит, там едят, там нормально. По мужчине фестиваля взяли и всем женщинам фестиваля купили эти цветы. И если пропорции брать, то у мужчин в десять раз меньше на фестивале, чем люди. И они вот в таком небольшом количестве обеспечивают всех женщин в фестивале цветами. Итак, молитва – это более эффективный способ решать вопрос. Колоссально более эффективный способ. И это называется еще преддействием. Вот прежде чем действие совершить, когда человек молится, действие может измениться на сто восемьдесят градусов. Результат действия может колоссально измениться благодаря молитве. Вот человек может по своему желанию выбирать направление. Бог разрешает. Пожалуйста, у тебя какие-то проблемы. Проблемы в личной жизни, проблемы на работе, проблемы со здоровьем. Можешь вот в сердце сказать, я хочу, чтобы эти проблемы были меньше перед молитвой или ретритом. И дальше ты совершаешь эскезу, и эти проблемы уменьшаются пропорционально твоей памяти о Боге и бескорыстию. Я желаю всем счастья. Если я совсем отвлекся и думаю только о других, всем счастья желаю, то тогда пропорционально этому будет результат благоприятный для человека. Поэтому эта практика является очень важной в жизни человека и очень эффективной. И еще хочу одну вещь сказать, что большинство людей на Земле слово «отдыхать» первую букву перепутали. Вместо «о» у них стоит «зе». Понимаете, у большинства людей, но они у вас. Потому что, когда человек решил отдыхать, он должен знать, что настоящий отдых – это возможность очистить свое существование, а не превратить себя в свинью. И вот поэтому ваш выбор является единственно правильным. То есть вы взяли время, свой отпуск и чему посвятили. Вы в это время живете сильно расслаблены, правильно? То есть вы ограничиваете свой сон, как-то питаетесь правильно, завершаете эскезы. Но результат такого отдыха будет просто потрясающим. Вы всю свою жизнь поменяете. Поэтому отдыхайте с нами. Это была рекламная пауза. Скажите, реклама. Ладно, хорошо. Дальше. Ваш вопрос? Помолите, да? Здравствуйте. Владимир Геннадьевич, очень благодарен за ваши знания. Извините, мои близки. Олег Идачевич, я молюсь за родителей ушедших. На личных консультациях вы сказали, что отец в низших номерах, а маму туда спускают. Скажите, пожалуйста, о своей молитве что-то смогла? Конечно. Идет процесс. На маму быстрее влияет, на папу медленнее. На папу медленнее. Ну да, на маму сейчас видно, больше маме нужна помощь, на нее сильно влияет. Она уже замедляет свое спускание. Еще пару и три, и она уже тормознется. Сколько еще? Месяц? Моя хорошая. Вы такие хорошие у меня здесь. Вы постоянно с Богом торгуете здесь. Через меня, правда. Я как торговый представитель. И говорит, господи, ну как бы, деньги заплачены. Где услуги? Ну, моя хорошая, как только так сразу. У вас, когда она опускается, у вас сердце камешек такой тянет вниз. Как только она перестанет опускаться, сразу раз вам легче станет. И у вас появится спокойствие. И может вообще даже вверх ощущение светлой памяти маме пойдет. Знаешь, это все нормально? Нет. 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 Нет.